Всем привет, я Даша. Извините за долгое отсутствие. Сегодня буду рассказывать вам о своем третьем читательском дневнике. Он выглядит вот таким образом, в таком славянском стиле. Это серия этно. Приобретала я его на лабиринте. В описании под видео я оставлю подобности о блокноте. Это мой первый блокнот в точку, что я нашла безмерно удобным, потому что удобно писать, удобно рисовать, удобно чертить какие-то схемы. Вообще все абсолютно удобно. И смотрится это более симпатично, чем в клеточку, и тем более в линейку. Линейку у меня по сравнению с клеткой и точкой писать вообще не понравилось. А я пробовала. Итак, чем хорошо вести читательский дневник и почему она начала вообще это делать, можно посмотреть в одном из предыдущих видео. Все ссылки я оставлю в описании. И я все жаловалась, что на один внушительный блокнот, почти в 200 страниц, у меня уходит почти три месяца. Представьте, если 10 лет буду вести читательские дневники, сколько тетради у меня за это время накопится. Я начала принимать какие-то меры по поводу того, чтобы это выглядело более компактно, но при этом симпатичнее было внешне, чтобы было приятно их стать. А я постоянно изучаю свои читательские дневникам, потому что натыкаюсь в одной, например, книги, упоминания, мол, вот новгородские берестяные грамоты, вот мы вам процитируем сейчас письмо такое. И идет текст. И я такая, я где-то уже встречала, вспоминаю, что это была за книга, и лезу в читательский дневник, нахожу и просто сравниваю тексты. И таких вот случаев, или мне нужна подходящая цитата, я не помню, как она точно звучала, но я помню, с какой книги, хотя бы примерно, хотя бы по тематике. Очень быстро нахожу. Если у меня не получается, в каком именно личном читательском дневнике это было, то Лафлиб мне в помощь. Я просто смотрю на дату прочтения, когда я читала, и в своем личном блоге, опять же ссылка в описании, я тоже веду список прочитанного для удобства, мне иногда так удобнее, чем на Лафлибе. И, пожалуйста, вуаля. Плюс на Лафлибе есть возможность добавлять личные заметки к книге, и я там, если мне не лень, если я не забуду, указываю, что ЧД, номер такой-то, страница такая-то. Итак, я достигла определенных успехов, потому что вот, например, мой самый первый читательский дневник с Марлиной Монарой на обложке. Здесь 159 страниц. Исписала его за три месяца, вела с 18 апреля по 10 августа, ну почти, и исписала, то есть почитала 31 книгу за это время. Вот мой второй читательский дневник. Он уже, в отличие от предыдущего, тот был в пледочку, это клинику. Тоже подробнее о Гуглах и дневниках по очереди есть. Ее 240 страницы, и на 243 страницах поместилось уже чуть побольше 35 книг. В оба те читательские дневника я была внуждена в конце подклеивать вот такой кармашек, потому что иногда мне нужно было что-то вклеивать, что-то вкладывать, и исключительно на момент пользования. Потом все это принималось, и переезжало следующее, если было чему переезжать. Собственно, тот дневник, который мне закончился, третий по счету, что я сделала. Во-первых, теперь обозначение разных символов, цитата, важная мысль, забавное что-то, упоминание рецепта или даже сам текст рецепта, персонаж книги, упоминание другой книги и прочая информация, которую я маркирую в начале предложения. Это очень быстро позволяет найти нужный тип такой информации и подобных сведений. Если раньше я выписывала просто на передний фразац книги, прошу прощения с дневника, то теперь я делаю это на клеящийся листочек и пришпандориваю на первый фразац. Вот таким образом это выглядит. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже будете залить подобную картину. Здесь же у меня находится содержание. Собственно, с этой страницы я непременно нумерую. И в этот раз у меня получилось 51 книга. За, почти за 5 месяцев, с 1 января я вела его и закончила с 25 апреля. То есть я веду читательские книги уже ровно год. Первое, начало 19 апреля. Прям принимаю поздравления. Итак, что изменилось? Теперь свое мнение я пишу через клеточку. В случае, если я что-то забуду вписать и потом дописать будет некуда, между строчкой можно будет сделать коротко, емко, сокращенно, но можно. Далее, цитаты. Цитаты я еще в предыдущей части догадалась писать в каждой клеточке. И теперь еще и какие-то интересные сведения из той же самой книги, либо взятые из сети на тему читаемого. Я теперь тоже пишу в каждой клеточке. Возможно, то, что целых 50 книг поместилось в одну тетрадь, благодарность моему принтеру, в котором закончились краски. И я теперь не распечатываю картинки, всякие портреты королей, фотографии замков и прочее. Зато у меня теперь другая забава. Во-первых, как я отвечаю информацию о датах чтения и мое оценивание книг. А также прочий трепетий. Ну, например, если ранее книга мной уже перечитывалась, я ставлю значок кружка со стрелочкой, который упирается в начало этого кружка. И внутри число, сколько раз я перечитывала, если я его помню. Я вклеиваю квадратик вот такого рода, на котором все это указываю. Самые такие понравившиеся книги, которые на меня произвели негладимые впечатления, я отмечаю с помощью декоративного скотча. Вот квадратик, который я вклеиваю с информацией датах чтения, он как-то оформлен с помощью декоративного скотча. Тоже я использую маркеры при оформлении и прочие всякие штуки, конечно же, наклеечки. Даже специально заказывала на Алиэкспресс наклейки на книжную тематику. Заметлено в этом блокноте, что внутри есть, во-первых, он на резинке. Во-вторых, закладок тут две. Одна золотистая, другая красная, под цвет обложки. И это очень удобно. Я, например, когда создавала в этом дневнике вселенную по миру Семенова и Волкодава, то есть я там читала прям карту. У меня отдельные слонечки были посвящены отдельным странам, народам, отдельным цитатам, стихам оттуда. Да, мне это очень пригодилось, потому что неудобно было просто вот так листать. И я просто... у меня одна закладка была на цитатах, другая на интересных факторах из книги. И я вот постоянно... мне было очень удобно курсировать. Или вот, например, я выписывала рецепты из книги турецкого автора, владельца кафе. И я просто ставила закладку, и когда мне надо было пойти и приготовить, проявить рецепт из этой книги, я просто пользовалась этой закладочкой, и все было чудесно. Еще одно волшебное свойство. Здесь есть уже приклеенный кармаш, который очень удобно использовать для всяких нужд. Еще один нужный момент. На целях занят. Если я, допустим, пишу что-то... Например, я... мне так получилось, что в этом Челесканинке я писала много о старинных временах в Европе. И вот просто возьму ближайшую книгу по Англии. История мировингов. Майорова ЕИ. Значит, это Майорова ЕИ. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Значит, Заверания Галли, Готы, Федераты, кто такие. И упоминания франков. Я пишу, смотри, значит, ЧД-3, страница 152. Ладно, открываем. Открываем, открываем, блистаем, блистаем. И, пожалуйста. Мы видим, что это Гороль Зимы Бернах Корнуелл. И на 152-й странице. Выписано. И даже помечено наклеечкой с Парижем. Франки, союз для германских племен. Вот, в первую упоминается тогда-то. Династия королей таких-то правили тогда-то на территории такой-то. Основатель такой-то речи. Такой-то, такой-то речи. В эпоху правления его правление стал речь. Чем больше я пишу в читательских книгах, тем больше любовью к ним исклюсь, наверное, так можно сказать. Я всем очень рекомендую, потому что, как я уже говорила в одном из предыдущих видео, вы, парадоксально, но я, например, научилась более чутко формулировать свои мысли, чем приведение просто лишений веков. И приятно, так как я постоянно возвращаюсь к ним, чтобы что-то вспомнить, поднять какую-то тему. Приятно, открыв, увидеть что-то красивое, и когда ты смеешься что-то сделать таковым, в тебе увеличиваются какие-то креативные начала, способности, возможности, нужно подчеркнуть. И это хорошо, это замечательно. И больше вероятность того, чтобы все-таки дочитать книгу до конца, потому что даже если вам не нравится, вы это куда-то выплескиваете, вам становится как-то легче, вы так более спокойно выдыхаете, и можно продолжать дальше. Более того, как-то, ну, не комфортно душе, когда вы уже начали что-то писать по поводу книги в читательстве в книге, и тут вдруг понимаете, что вам книга не заходит, надо ее бросать, и вот это как-то немножко мешает ее все-таки бросить. И иногда это хорошо, потому что оказывается, что вы слишком поспешны на свете книги, и на самом деле она замечательная, хотя, конечно, такая редкость. Единственное, сделала себя за правило где-то, прежде чем, ну, чтобы сбежать до того момента, прежде чем начинать что-то в читательском книге писать по поводу книги, я где-то страниц 50, в зависимости от общего объема, читаю, ничего не записываю. Если что-то мне запомнить надо, то я добавляю закладку, если это электронная книга, если в электронном формате читаю, и если в бумажном, то парадоксально, но фотографируемый телефон, нужны мне строки. В общем, вот, очень удобная эта штука, очень сам процесс вызывает лично у меня удовольствие, я вообще-то человек в этом плане романтического весьма склада, я люблю работать с бумагой, щипать ее, нюхать ее, вдыхать, романтический, прям тискать, ощущать в руках тактильно, хотя вообще-то модальная визуальная система, ведущая у меня, визуальная, но все равно. Я прям сегодня заболталась, я потому что по лампе, друзья мои, соскучилась, и, если что, извинить, я давно не снимала, почти полгода я разучилась это делать, и голос я перестала работать на дикции, я надеюсь, не сильно заметна. Никак я с вами не могу распрощаться прямо, вот вообще можно я с вами навсегда осталась. Ну все, правда, хватит, пока. До скорбенько. По секрету всему свету, если ничего не случится, то в конце мая я сниму лучшие книжки за весну 2020 года. Все, а теперь точно пока!